На момент гибели младшему лейтенанту Виктору Воликову было 23 года. Он родился в Таганроге, окончил летное училище в городе Ейске и попал служить на Тихоокеанский флот в 19-й истребительный полк. Здесь была его линия фронта, его рубеж, его подвиг. Подвиг – это вспышка, а самое тяжелое на войне – это повседневный стабильный труд, это и защита Родины, когда ты находишься далеко в тылу, но при этом ты находишься на войне. Активистам поискового отряда не удалось отыскать родственников погибшего пилота. Даже фотографии в архиве не сохранились, но на его захоронение помимо школьников, студентов, ветеранов собрались первые руководители города и края. То, что сегодня останки Виктора Воликова нашли ребята, бойцы отряда авиапоиск, а это молодые ребята, это очень символично. Они сами приобщились к истории и помогли еще раз приобщиться к истории всем нам. Траурный митинг проходил на городском мемориале, месте знаковом для большинства артемовцев. Именно здесь, на плитах, высечены имена погибших в годы Великой Отечественной войны и горит вечный огонь. Первая попытка отыскать разбившийся самолет была предпринята еще в 1944 году, через три дня после трагедии. Но похоронить тогда пилота не представлялось возможным. Добровольцы авиапоиска приложили немало усилий по сбору информации, поиску места гибели, изъятию и перезахоронению останков Виктора Воликова. Никто другой такую работу не сделал бы. Мы в 2015 году нашли самолет, непосредственно фрагменты обуви, снаряжение пилота. Но пилота не успели, потому что ухудшилась погода, пришлось возвращаться обратно. И в прошлом году, в октябре, мы непосредственно полномасштабную полевую работу провели и обнаружили останки летчика. Он был захоронен? Он не был захоронен, он, получается, был прикрыт бронеспинкой, все, что от него осталось, сложили в кучку и прикрыли бронеспинкой. Ни землей не был он засыпан, никаких опознавательных знаков, ничего не было. Последний путь они проделали вместе. От таежного склона горы и до городского кладбища. Разбившийся пилот Виктор Воликов и добровольцы авиапоиска. Теперь прах летчика навеки упокоится в могиле, а отряд поисковиков будет находить имена забытых героев. Важно то, что это делается, важно, что находят, важно, что устанавливают, кто это, откуда это. Это очень жаль, что не нашли родственников. Ну, возможно, что их уже и нет, возможно, что они есть, просто они где-то найдутся, может быть, позже. Но то, что делается большое дело, я думаю, что это безусловно. За время работы отряда авиапоиск на территории Приморского края обнаружено и поднято 102 самолета. Установлены личности 24 пилотов, но еще более сотни погибших летчиков так и не найдено. И для поисковиков принципиально довести начатую работу до конца. Это важно. Если мы не будем знать свою историю, не будем помнить о своей истории, нам это напомнят. Вот и напомнят таким образом, что мы не успеем понять, откуда это прилетело. Перевернута еще одна страница истории Великой Отечественной войны. Исчезло белое пятно, а на его месте появилось новое имя. Виктор Воликов. Младший лейтенант 19-го истребительного полка Тихоокеанского флота. Погиб за родину. Александр Наточев, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Городские новости. Продолжение следует.